Всем добрый день! Сегодня для персонала у меня Тафельшпиц. Это часть в телячьем бедре. Соусы с добавлением френа. К этому блюду у меня идут шпецли. Шпецли идут без ничего. Шпинат. Шпинат я слегка припустил в оливковом масле с добавлением сливочного масла. Он был свежий, буквально 2 минуточки, и он был готов. Добавил только мускатный орех, соль и немного чеснок. Все, готово. Далее у меня шпецли с сыром. Это такой баварский рецепт. Есть, кстати, у меня на канале. Называется шпецли по-немецки. Технология приготовления. Или в плейлисте зайдите, там, где у меня гарниры, тоже там есть. Можно посмотреть. Ну и пицца. Пицца здесь уже делали и коллеги. Что они туда накидали, я не могу сказать. Точнее могу, но... Значит, ветчина. Типа, смотрю, да. Типа, это пицца прошутто. Ветчина, сыр. Ну, добавили они еще красного ока и свежих помидоров. Все уже запутли. Так, приступили. Ялчин, тело. Эс, сыр. Жарко. Есть не хочется совершенно, но надо приготовить. Мало ли, персонал захочет есть по-любому. Потому что у них там сегодня посуду на моечной кухне, что мама не горюй. Всем доброго дня. У нас уже который день в Германии стоит невыносимая жара. И поэтому сегодня я решил накормить персонал только супами. Значит, у меня на обед сегодня для персонала вегетарианский суп из чечевицы. Тот же самый суп, но с добавлением говядины. Далее чили синкарне, вегетарианская версия. Далее румынский густой суп с добавлением колбасы. Ну, он сделан на основе фасоли, паприки, картофеля, серделея, лука и моркови. Ну, и томатный соус. Ну, и, как правило, немцы ко всем супам едят хлеб. Так, что еще сказать? По поводу этого супа, чечевичного супа. Значит, если вы его никогда не готовили, просто простые пропорции. Вам нужно сырого продукта, именно чечевицы, чтобы было 20%. Тогда он у вас будет вот такой вот именно густой. 20% от всего супа. Сюда также идет картофель, лук, овощной бульон, морковь и сельдерей. Корень сельдерея. Ну, по специям лавровый лист. Можно добавить фасолевую траву или горчичную траву. По-немецки, бонкраут. А также к этому супу можно подать бальзамический уксус. Такой суп немцы, как правило, едят в подкисленном варианте. Не подготовили они у меня только ножи до вилки, а тарелки простые нужны. Такие вот болсы, такие тарелочки и ложек, конечно, не хватает. Ну, сейчас все организую. Эссет! Голодающий по Волжью уже здесь. Так, сегодня у меня последний день. Ну, как последний день, не в отпуске я ухожу, поэтому кормлюсь сегодня людей. Последний день меня шеф на два дня на раньше отпустил, потому что работы мало. Он говорит, как-то насчет отдохнуть. Я говорю, да, с удовольствием, не вижу препятствий. Так что сегодня у меня для персонала макароны из зелия фарфале, бабочки. Мясо телятина. Один раз я ее сделал в темном соусе с добавлением паприки. Такое, знаете, направление гуляша. И телятина в сливочном соусе с добавлением вина. Шпец ли по-баварски со сливками и сыром. Шпинат а-ля-кремь, то есть шпинат с добавлением сливок, мускатного ореха, чеснока и немного лука. Так, дам я сегодня им, потому что его нужно уже отдать. Меня не будет. Если меня не будет, то никто его не отдаст, кроме меня. Салат с белокочаной капусы. Но это так, как салат с белокочаной капусы. Это салат с белокочаной капусы, который уже консервированный. То есть в нем, я вижу, добавлено паприка. Это конвининс-продукты, это не я делал. Так что, ну, будем надеяться. Не совсем подходит, конечно, к этому блюду. Здесь бы картофель, но нет сегодня картофеля. Раз нету, то нету. Отдаем то, что есть. Так, здесь некондиция у меня от мамалыги. Кукурузная крупа. И для вегетарианцев у нас сегодня только один вегетарианец. Поэтому для него тортянин со шпинатом и рикоттой под соусом бешамель и запеченный в сыре. Эссе! Поехали! Продолжение следует... Продолжение следует...